всем привет спасибо говорю как всегда тем кто пишет комментарии под моими монологами мне интересно их считать я повторяю это из раза в раз потому что это действительно правда и далеко не все ведь смотрят все мои ролики подряд поэтому для тех кто смотрит впервые таких много я уверен я говорю спасибо за то что пишите комментарии за то что напишите комментарии это очень здорово потому что ничего нет лучше чем человеческое общение и спасибо конечно за то что материально поддерживаете канал это приятно и полезно ну а сейчас я хочу вернуться вернуться к пластинкам группы экстиси которую я могу слушать в любом настроении когда мне хорошо и в особенности когда мне плохо я всегда ставлю экстиси и возвращаюсь в нормальное состояние но сегодня мне хорошо последнее время вообще хорошо сразу приходит на ум слова кита ричардса правда я не употребляю наркотики никакие вообще я делал не люблю но просто смешно так получилось в тему что называется кит ричардс кит ричардс сказал однажды последние 15 лет я ни разу не испытывал чувство холода это связано с употреблением определенных веществ сказал он давно потому что давно уже перестал злоупотреблять и вообще употреблять различные нехорошие препараты что позволило ему держаться в хорошей форме и the rolling stones выпускает на днях буквально в октябре новый альбом чему я несказанно рад и с нетерпением жду этого но экстиси группа которая в принципе но наравне с beatles где-то так в моем сознании находится по моим ощущениям пластинка english settlement 1981 год те кто не любит восьмидесятые годы смысле музыки они очень не правы потому что восьмидесятые дали такое огромное количество прекрасной музыки и положили заложили основу такому количеству направлений таким интересным находкам таким новым движением в музыке что просто ну просто не нарадуешься столько вышло из восьмидесятых хорошего не меньше чем из шестидесятых я вас уверяю english settlement 1981 год это еще один альбом в моей коллекции у меня их три настолько я люблю это english settlement 1981 год english settlement 1981 год шикарный альбом питер габриэл говорил что экстиси это не помню как он сформулировал лучшая британская группа не лучшая британская группа но то что это великолепная замечательная группа это точно как-то я не помню точные слова его и огромное количество музыкантов говорили об этой группе что это просто это просто но настолько круто что это примерно как битлз и примерно как дэху в одном лице это настолько интересно но группа никогда не лезла вперед и вот что случилось после после первых двух альбомов таких условно говоря постпанковских но очень интересных очень закрученных замороченных экстиси записали пластинку drums and wires авангардный не знаю как противно вот и говорить постпанк ну авангардная новая волна совершенно такая адская и именно с этой пластинки начал слушать экстиси вместе со своими друзьями со своими коллегами товарищами друзьями меломанами музыкантами которые все сошли с ума абсолютно когда услышали drums and wires и сказали что это ну это вообще это супер потом была пластинка black sea обе этих альбома записано уже видеороликов у меня можете посмотреть в плейлистах drums and wires и black sea black sea это более тяжелый более роковый альбом более прямолинейный очень музыкальный очень мелодичный но такой рок прямо такой вот рок нетрадиционный совершенно без вот этих банальностей там соло в пентатонике какие-то проходы гитарные вот это все вот никаких банальности нет совершенно все по-новому все свежо отлично здорово и огромное количество концертов свалилась на группу экстиси к их радости наверное но радость быстро закончилась потому что энди патридж колин молдинг энди патридж два равновели две равновеликих фигуры в экстиси и трудно сказать кто из них главный кто из них лидер но энди патридж конечно писал больше пел больше хотя молдинг прекрасно поет замечательно и треть наверное песен молдингом написанная спета удивительно здорово но патридж испытал действительно такое нервное переутомление сильнейшее что стал плохо себя чувствовать у него начались психические расстройства временные приступы амнезии он забывал тексты тексты сложные и длинные экстиси и не мудрено что такое с ним случилось и группа решила прекратить концертную деятельность вообще когда битлз примерно и как группа битлз или до битлз можно сказать они записали вот эту пластинку english settlement это такой их револьвер если правит по проводить параллели с битлз закончили концертные дела решили полностью заниматься звукозаписью на решил это энди патридж он уехал в свой небольшой домик в провинции там засел закрылся и сказал что я хожу в бессрочный отпуск я больше не могу это делать но находясь бессрочном отпуске он написал порядка 35 песен новых потом музыканты встретили все это дело послушали искали ну отлично будем записывать пластинки все хорошо мы купили новых инструментов безладовый бас акустические гитары появились новые испанская гитара там в кредитах написано и звук изменился звук изменился стал энергия никуда не делась фирменный звук экстиси с крохочущими барабанами остался но появилась прозрачность все усложнилось песни стали удивительно причудливо затейливо аранжированными но при этом читаемыми усваиваемыми никаких таких вот страшных искусственных каких-то штук которые называются прогрессив роком даже близко не было хотя музыка очень сложная и одновременно можно сравнить и с битлз из кин кримсон эту штуку по сложности и игры по тонкости аранжировок по уму который вложен в каждую песню по фантазии и по исполнительскому мастерству это шедеврально просто как играет анти патридж на гитаре как он играет правой рукой я не могу понять и не могу нарадоваться когда я слушаю игру патриджа именно в правой руке в левой все понятно занимайся занимайся правой тоже занимайся занимайся но чтобы так играть правой это мама дорогая это просто это на уровне какого-то мощнейшего крутейшего джазмена такая игра это очень при этом он еще очень хорошо поет очень здорово все и эта пластинка считается у критиков вершиной творчества экстиси ну здесь я расхожусь во мнении с критиками потому что экстиси это такая группа у которых нет вообще плохих пластинок плохих альбомов как у битлз например битлз играет в стиле битлз а экстиси играет в стиле экстиси и каждая пластинка экстиси это новый альбом экстиси провальных альбомов практически нет что я могу сказать про эту штуку если кто-то любит группу текила джаз то это любимый альбом уже не федорова текила джаз да я так понимаю что и очень зацепила песня яхт-дэнс на первом это двойник да я скажу сразу это двойник причем в японии он выходил как одинарный альбом а во всех остальных странах как двойной яхт-дэнс как бы про яхты но яхты это метафора это мы как яхты как легкие кораблики скользим по поверхности отвратительной грязи которая является собой всю окружающую действительность примерно так можно перевести эту песню мы легко танцуем на наших маленьких яхтах на нашей жизни скользя по этой всей мерзости которая вокруг вообще тексты в экстиси они очень такие как сказать не то чтобы остро социальные но они как 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 фотограф который фотографирует окружающую действительность потом метафорические трансформирует в текст насыщенный образами и получается сложное интересное произведение вот как я выразился затейливо на лдеганс мне очень нравится песня не скажу какая по счету она в середине находится длинное произведение шесть с половиной минут идет ни одного развернутого соло ни одного какого-то барабанного прохода ни одной такой пустоты внутри которую нужно заполнять какими-то звуками инструментов но вот без этих всех соло без этих всех каких-то пафосных наворотов она энергична она с диким юмором на лдеганс и она такая против собственно говоря против ношения оружия гражданскими лицами принципе насколько я понял но она с таким юмором с такими воплями департ энди партриджа с такой гитарной игрой невероятный без вот этих самых слова когда выходит вперед и начинает фигню какую-то поливать гитарист а все там внутри все все в правой руке все в ритме в сумасшедшем и так все это разбросано так так удивительно здорово ребята это это нечто песня колина молдинга english roundabout предпоследняя это вообще чудеса ритма не говоря о мелодике о гармонии о смене тональности смене тактового размера в середине там и все очень быстро так тонко все сделано но такая такая работа с ритмом именно в гитаре вот здесь гитара показывает чудеса вы лишь андебау просто чудеса просто вот это слушаешь и не пишет как 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 человек додумался так играть роберт фриб номер два может быть и роберт фриб номер один еще здесь еще пойди пойми кто так сказать ранова из первая песня тоже песня молдинга они анти патриджа но она перекликается с песни битлз шизлевин холм только здесь пожестче здесь посерьезней уж это 81 год это уже уже же скач пошел ребенок уходит из дома потому что мама гоняется за папой с ножом вообще дома все плохо и беги 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 отсюда беги беги рана вейс беги 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 ball and chain такая вроде маршевая но марш такой под который маршировать невозможно очень все интересно музыкально настоящее музыкальное путешествие сэнс вокен овертайм энди патридж хотел написать хит такой который бы продавался но написал очередное сложное произведение которое как бы является хитом с одной стороны а с другой стороны когда начинаешь его слушать погружаешься в эти построения музыкальные и понимаешь что он какой там хит какие там девочки какие там танцы просто слушать наслаждаться впитывать себя эти мелодические находки эти повороты этот звук безладовый баз здесь очень много делает на на этом альбоме тоже на котором молдинг играет прекрасный звук я думаю поэтому же не федоров и и заторчал на этом альбоме потому что тут такой басевич так интересно так здорово так тонко очень много акустической гитары но музыка жестко электрическая при этом а акустика создает такую прозрачность изумительную джейсона орган от совсем сложная штука тата тата та 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 и сверху другое какой-то контр 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 мелодия контр гармония контрапункт и полифония все здесь вместе вам в одной песне и и так это наворочено так здорово яхт-денс я уже сказал яхт-денс изумительная игра на акустической гитаре Энди Патриджа. Напоминает игру на акустической гитаре Роберта Фриппа, когда он играет такие околоджазовые свои штуки, очень быстро. Здесь похоже, но здесь не околоджазовые, а здесь абсолютно такие в европейской гармонии. И так тонко, так чисто, сыграно, так приятно. No Facts in Our House. Злобное полотно. Злобное и мощное. Нел Деганс, я уже говорил. It's a Newly Africa, африканская штука в чистом виде Африка. Неожиданно. Вообще альбом очень яркий. Все время меняется настроение, все время меняется не сказать, что стиль, но вот It's a Newly Africa это чистая Африка с африканской перкуссией, с какими-то духовыми интересными. Все так ярко, не соскучишься. Не соскучишься. Fly on the wall это вдруг просто какой-то такой какой-то привет, дюран-дюран. Только гораздо сложнее, гораздо интереснее, гораздо гитарнее. Но это одна-единственная такая песня, потому что дальше начинается вот это самое English on the bout, про который я говорил. Чудеса ритма, чудеса гитары, чудеса вокала, чудеса всего. Слушайте и получите огромное удовольствие. Говорить здесь можно о каждой песне часами. Разбирать ее, если вы музыкант, вы сядете и будете разбирать, как играют барабаны, как играет бас, как играет гитара, как здесь спета поперек ритма, поперек такта, поперек всего. Но все это вместе склеивается и получается великолепная музыка. Великолепная. XTC это шедевральный ансамбль, конечно. Несправедливо почему-то в нашей стране. Хотя в нашей стране очень много фанатов XTC. Достаточно войти в интернет и увидеть, какое количество там людей, которые знают и любят эту группу. Я пошел пить. До новых встреч с группой XTC. Пока.